Микс Ньюс Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Утро на Болткоме. Сегодня его проведем мы, Артем Липин, Абик Элкин. Доброе утро. Евгений Копеин, звукорежиссер. И сегодня наш гость по скайпу, соблюдая все меры предосторожности в связи с коронавирусом, заведующая Национальной микробиологической референтной лабораторией, лабораторной службы Восточной больницы, инфектолог Елена Стороженко. Здравствуйте. Извините, я лабораторный специалист, да? Лабораторный специалист. Не инфектолог, а лабораторный специалист. Извините, значит у нас ошибка в документе. Лабораторный специалист Елена Стороженко. Да, доктор наук, между прочим. Доброе утро. Может быть такой первый вопрос, который, я думаю, часто вам задают и коллеги, и, наверное, немедики. Вот если мы говорим о тестах, которые сейчас производятся, мы знаем, что те, кто их проходили, говорят, что на следующее утро позвонят и сообщат, или они ковид-позитивные, или ковид-негативные. Но я знаю, что есть так называемые быстрые тесты, когда Латвия могла бы их получить. Что вам известно? На данный момент есть быстрые тесты, но они в очень ограниченном количестве. Это тесты, которые проводятся в течение примерно полутора часов, но мы их используем только в очень срочных случаях. Для пациентов острых реанимаций и те, которые действительно в тяжелом состоянии, необходима дифференциальная диагностика для дальнейшей изоляции или какие-то другие тяжелые случаи. Насколько мне известно, сейчас одна компания разрабатывает тоже быстрые тесты, которые, вероятно, будут выполняться в течение примерно часа. Пока их у нас нет, но надеемся тоже их скоро получить. Говорят, что Китай даже какие-то тесты придумал за 25 минут, даже может что-то определить. Вы понимаете, что здесь очень важно? Важна также, конечно, скорость обязательно, но также и качество теста, потому что если мы не можем доверять результату, то, как говорится, этого лучше вообще не делать. Те быстрые тесты, которые мы сейчас делаем, да, они очень хорошего качества. Те, которые планируются, и мы их получим, аналогичные есть для диагностики других заболеваний, да, мы знаем, что они тоже очень качественные. По поводу других, которые применяются в Китае или то, что иногда предлагают для определения антител, быстрые тесты, но пока что мы их не применяем, потому что не уверены в их качестве. Вот, может быть, для неспециалистов определение антител, что это значит и насколько это может вообще помочь в работе медиков? Это, конечно, очень хорошие тесты для определения иммунологического статуса пациента. То есть это не сам возбудитель, а уже антитела, которые вырабатываются в организме человека на этот возбудитель. На данный момент нет четкого, как бы это сказать, серологического профиля, то есть на какой день образуются быстрые антитела, на какой день образуются уже поздние так называемые ИГАДЖИ антитела. Таких четких указаний из нашей Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра по контролю заболеваний нет. Это очень важно. И как только мы будем иметь информацию, что да, эти тесты нам подходят, и мы можем определить, был ли человек инфицирован вирусом, и дальше у него появляются антитела, конечно, это очень важно. В дальнейшем обязательно так называемые сероэпидемиологические исследования должны проводиться. Мы будем знать, сколько же человек было в контакте с этим вирусом. Может быть, мы их даже, никаких, как говорится, симптомов не было, но у популяции вырабатываются эти антитела, которые в дальнейшем какое-то время хотя бы защищают от этого вируса. Ну, фактически, мы предварили еще один вопрос. Насколько мы можем говорить о каком-то устойчивом иммунитете COVID-19? Если говорить в общем о коронавирусах, то человеческая популяция каждый сезон болеет этими разными вирусами, потому что эта группа очень широкая. В принципе, примерно из всех респираторных заболеваний где-то 15-20% это различного типа коронавируса. Иммунитет к ним неустойчивый. Пока что его сравнивают с иммунитетом к вирусу гриппа. Поэтому трудно, конечно, сказать, как будет с этой вакциной, которая разрабатывается. Трудно сказать, но на данный момент иммунитет к имеющимся коронавирусам неустойчивый. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Это телефоны прямого эфира, если вы хотите задать какой-то вопрос госпожа Стороженко. Также вы можете писать нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-91. Да, вот эпидемиологи, кто-то из эпидемиологов, в том числе латвийских, не исключил, что по степени вот этой силы коронавируса COVID-19 не исключено, что он станет таким вот сезонным явлением и будет к нам каждую осень приходить. Но это как гипотеза такая. Как вам кажется? Я тоже такого же мнения придерживаюсь, потому что это, как это с точки зрения вирусов, это вообще очень такая группа перспективных заболеваний, к сожалению, для человека. Но для вирусов они сумели как бы преодолеть вот эти три последних вируса, которые появились начиная с 2012 года. Барьер, да, животный к человеку, да. Им удалось преодолеть межвидовой барьер, и они как бы попали в человеческую популяцию. Трудно сказать. Или он займет место среди других коронавирусов, которые уже существуют и будут проходить как бы у кого как, конечно, может быть, бессимптомно, в легкой форме. Или он будет опять продолжать циркулировать и вызывать массовые случаи инфекционных заболеваний. Это трудно сказать. Но то, что это вообще такая группа действительно обширная и опасная для человека, это стало известно еще в 2015 году, когда ученые предупреждали, что да, эти вирусы, коронавирусы в силу своей структуры преодолевают межвидовой барьер и могут возникать обширные эпидемии, да, так как в этом случае это пандемия. Поэтому, да, это будет появляться, будет ли этот, он займет свою нишу и будет продолжать циркулировать с другими коронавирусами. Или он будет себя более агрессивно вести, но это покажет время, конечно. Конечно, многие сейчас говорят о том, именно не специалисты, такой вопрос циркулирует, что коронавирусная пандемия, это не первая пандемия, которая случается, вернее, это не первое такое распространение вируса, которое случается в истории Земли. Там из более недавних случаях можно вспомнить, например, свиной гриб. Но почему-то это первый случай, когда так массово включились системы самоизоляции, карантина и так далее, и так далее. Можно объяснить, почему именно коронавирус спровоцировал вот такую массовую реакцию здравоохранения? Потому что всё это зависит от количества случаев. Как мы помним, в 2012 году, в 2002-2003 году появился САР коронавирус. Тогда было общее количество заболеваний примерно около 9 тысяч. И совсем не такое большое количество летальных исходов, мне кажется, где-то около 900. Потом в 2012 году появился МЕРС коронавирус. У него, конечно, летальность была гораздо выше, где-то около 30%, но количество заболеваний ещё более низкое. А здесь именно связано с большой распространённостью, с тем, что этот вирус захватил практически все страны. Не осталось, наверное, ни одной страны, где бы не было этих случаев. И действительно, он очень контагиозный. И именно из-за того, что он очень обширный, сейчас уже больше, чем 1,2 млн случаев и, к сожалению, большое количество смертей, именно с этим связана необходимость принимать такие жёсткие эпидемиологические меры по ограничению распространения. Эти жёсткие меры изоляции. И, вероятно, это на случаях Китая себя оправдало, где были действительно очень жёсткие меры изоляции. Но в Европе, как вы видите, распространение очень широкое. И ничего другого не остаётся, как изолироваться и не дать возможность эпидемии вирусу распространяться среди других людей, особенно среди групп риска. Если мы говорим о тестировании, я думаю, вы тоже, наверное, может быть, слышали, на днях был такой сюжет в программе ЛТВ-1 «Панорама», где сам переболевший COVID-19, он, естественно, находится дома на домашнем лечении, и говорит о том, что симптомов у него уже несколько дней нет. Однако тест показал, что по-прежнему присутствие вируса в организме. Почему такое может быть, и могут ли во время вот этих тестов лаборанты установить, что вирус ещё присутствует, но он ослаб? Или степень силы этого вируса невозможно во время теста установить? Вы знаете, пожалуй, действительно невозможно установить степень теста. Единственное, что тест может иногда, как мы пишем, слабо положительный. Но это не значит, что там какая-то концентрация маленькая или какие-то ещё. Это, скорее всего, то, что мы по своим критериям определяем, скажем, два гена, нужно три гена, или один ген, нужно три гена. Да, к сожалению, так и есть. И случаи, конечно, очень разные, очень индивидуальные. Действительно, очень много случаев, когда человек не чувствует никаких симптомов или у него были симптомы, но уже прошли, но циркуляция вируса всё-таки продолжается. Это именно говорит о том, что он достаточно комфортно себя чувствует в организме человека и продолжает свою репликационную деятельность и продолжается его размножение. В то же время есть количество людей, которые с достаточно сильным иммунитетом и которые быстро справляются с этим вирусом. И, соответственно, вирус погибает, и в их тестах достаточно уже быстро невозможно определить наличие вируса. Значит ли это, что пока есть присутствие вируса в организме, человек всё-таки может передавать его другим, даже если у него нет никаких симптомов? Да, конечно, конечно. Конечно, именно так оно и есть. И именно суть тестирования состоит в том, чтобы выявить этих людей и изолировать, и искать этих контактных персон, и также этих персон изолировать, и только так, возможно, остановить эпидемию. Насколько вот в вашей лаборатории, учитывая, я так понимаю, очень большой сейчас масштаб работы, вообще хватает специалистов этих же тестов, как государство, вот как вы считаете, может быть, ещё где-то нужна помощь какая-то? Конечно, государство на данном этапе делает всё, чтобы были в лаборатории тесты, чтобы люди были, как бы чувствовали поддержки. Действительно, мы это чувствуем, и поддержка государства, и поддержка руководства нашей больницы. Но надо иметь в виду, что спрос на тесты во всём мире сейчас очень и очень большой. Тесты, которые мы получаем из своих поставщиков, у нас несколько таких поставщиков, и только благодаря этому мы как бы умеем, смогли удержаться и ни на один день не прекратить тестирование. Конечно, у каждого поставщика, который получает эти тесты, или из Европы, или, например, из Кореи, даже я отслышала, устанавливаются какие-то квоты для каждого государства, сколько может государство получить. На данный момент, да, вот, например, сегодня у нас есть тесты, и надеемся, что мы такой, ну, тяжёлый момент преодолели, когда, может быть, было так достаточно напряжённо. Но, тем не менее, благодаря тому, что мы используем различных поставщиков реагентов, различные, как бы, наши аппараты, методы, и благодаря этому мы, конечно, ну, продолжаем тестирование. Может быть, не для специалиста вот эти тесты, они отличаются, к примеру, вообще механизм вот этих исследований, к примеру, при выявлении гриппа от того, что с коронавирусом COVID-19? Ну, есть различная группа методов, которые применяются в диагностике инфекционных заболеваний. Самое популярное и, скажем так, самое точное – это именно молекулярно-биологические тесты, которые именно сейчас вся диагностика базируется на применении молекулярно-биологических тестов, то есть это практически определение генома вируса. Как в случае гриппа, так в случае коронавируса, так и в случае многих других заболеваний, хит, гепатита и других молекулярно-биологические методы – это значит определение генома вируса. Они, эти методы точные, и, соответственно, их можно рассматривать как достаточно быстрые, всё-таки они в течение как бы одного дня проводятся, есть очень быстрые, как вы слышали, примерно за час, и эта группа, ну, очень распространённая для диагностики инфекционных заболеваний. Есть другие методы, как мы говорили, определение антител, антигенов, это так называемые иммунохимические тесты, для из которых, например, определение антител – это так называемые неспецифические диагностические тесты, потому что мы определяем продукт, не вирус, а то, что образовалось в организме человека, антитела. Они тоже имеют своё значение, особенно когда мы уже знаем, какой сирологический профиль, на какой день образуются какие антитела. И, конечно, они, в принципе, в диагностике инфекционных заболеваний применяется как бы комбинация различных методов, которые называются алгоритмом. На данном этапе это новое заболевание, и на данном этапе, конечно, мы применяем широко, не только мы, весь мир, именно молекулярно-биологические тесты. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Сейчас попытаемся его принять. Доброе утро, здравствуйте. Нет, сорвался. Звонок 6212-939, пожалуйста, до нас дозванивайтесь. Может быть, такой вопрос. Есть такая гипотеза, что возможность с наступлением очень жаркой погоды вирус станет неустойчивый и, значит, не такой контагенозный и так далее. Вот я так понимаю, что, наверное, пока это не очень подтверждается, да? Да, к сожалению, нет никаких оснований для того, чтобы как бы нам не проводить никакие профилактические мероприятия летом или при наступлении жаркой погоды, например, может быть, выходные или май, потому что вирус достаточно устойчивый к температурам. Ну, наглядный пример – это Италия, Испания, где уже очень теплая погода, и тем не менее широко этот вирус распространяется. Вот еще обсуждается, вы же помните, что отдельные политики не очень осмотрительные в отдельных странах говорили о том, что, ну, подождем, пока многие переболеют, условно говоря, без особых симптомов, возникнет в обществе коллективный иммунитет, да, и все будет в порядке, и вирус уйдет. Но я так понимаю, что это очень рискованная позиция, да, с точки зрения последствий. Конечно, каждая страна принимает свою политику ограничения эпидемии. И да, действительно, есть страны, в том числе и Швеция, которая именно, это была такая политика, люди переболеют, и возникнет иммунитет. Но, к сожалению, как вы понимаете, иммунитет очень разный, и есть люди, которые не справляются, именно тяжелые люди, те же с осолабленным иммунитетом. И поэтому, ну, наша страна, конечно, придерживается другой политики. Именно ограничение распространения заболевания путем, действительно, дистанцирования и изоляции. Но, скажем, есть у нас другой пример. У нас есть пример Беларуси, где, если в Швеции есть какие-то ограничительные меры, и в целом там все равно работают в экстрадежимы врачи, то в Беларуси коронавирус воспринимается как очередная болезнь на одном уровне, скажем, с тем же гриппом, и там никакие сверхмеры не применяются. Для Латвии, как для страны, соседствующей с Беларусью, это может в будущем стать какой-то проблемой и опасностью? Именно Беларусь? Ну, тот факт, что там коронавирус особо не ограничивают, и когда, скажем, Латвия уже перейдет, пройдет пик болезни, то в Беларуси как раз наступят самые страшные коронавирусные времена. Ну, конечно, нам нужно опасаться именно вот этого распространения межгосударственного, и, соответственно, я думаю, что в этом направлении тоже как-то и работают и политики, и другие службы, которые как-то ограничивают поток людей или проверяют этот поток людей, может быть, на границе. И, конечно, любые, то, что происходит, вы сами понимаете, с глобализацией, то, что происходит в соседних странах, влияет, конечно, и на нас. Сейчас, конечно, об этом говорить преждевременно, поскольку вакцина еще только разрабатывается. Вот с точки зрения вас, как специалиста, вот именно в лабораторных исследованиях, если все-таки будет придумана вакцина, ее будет использовать, и человек, тем не менее, мы знаем, что и те, кто вакцинированы от гриппа, могут заболеть одним из типов гриппа, может быть, не так сильно, но тем не менее. Это может как-то повлиять на результаты тестирования, смазать как-то в результате тех, кто будет принимать какие-то вакцины, вот по вашему опыту, гриппа и так далее? Вы знаете, нет, поскольку, действительно, если применяются молекулярно-биологические тесты, то они очень чувствительные, и они даже очень небольшие концентрации вируса могут определить. Но с точки зрения здоровья человека, конечно, если человек вакцинирован, то он, даже если он заболеет, то он переболеет легче. Сейчас, о, у нас есть телефон, давайте попробуем его принять. Да, у нас есть телефон, звонок, доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я хотел сказать, что вот в Италии, там у них жесткие довольно меры, потому что очень много погибших, там без декларации вообще на улицу не выйдете, арестуют, а вот недавно родственники вчера позвонили, сказали, новый закон у них, в семьях каждый должны носить маски, вот, причем маски респираторные, и обрабатываться спиртом каждые два часа, вот так, вот надо все было сразу сделать, тогда ни в коей стране ничего не было бы гриппа. Спасибо. Ну, если бы ДКВ как бы знал бы прикуп и так далее. Вот говоря о вакцинах, в последнее время, к сожалению, очень сильно распространилось и процветает движение антипрививочников, которые считают, что никакой пользы от них нет, и больше вреда. И если в случае обычных болезней, там, скажем, того же гриппа, ну, это их в целом личное дело, то, говоря о таком вирусе, как коронавирус, конечно, конечно, если недостаточное количество людей привьется, то это не поможет, ну, обществу в целом. Рассматриваете ли вы такую возможность обязательной вакцинации против коронавируса? Ну, это очень сложный вопрос, потому что обязательная вакцинация, это целое, там, законодательство, и, соответственно, куча будет противников, это много всяких юридических вопросов. Но, конечно, вот это антивакцинационное движение, оно, конечно, в целом очень вредное, потому что есть очень много всяких аргументов, почему не нужно вакцинироваться, что это бьёт по иммунитету, что это как бы вредно для организма, но, в принципе, попадание любого вируса, оно разрушает какие-то клетки, воздействует, соответственно, на органы, особенно если люди с какими-то побочными заболеваниями и лучше себя ограничить действительно антителами, даже те, которые мы получаем как бы путём вакцинации, чем допустить то, что, ну, вот этот вирус, который практически его вся сущность направлена на то, чтобы прицепиться к какой-либо клетке человеческого организма, конечно, её разрушить и в дальнейшем реплицироваться и переходить на другого человека. Поэтому, конечно, вакцинация, она как бы не только не вредит здоровью, а наоборот она позволяет именно организму легче, легче, даже если человек заболеет, легче пережить вот эту вирусную атаку. В частности, если говорить насчёт гриппа, да, очень много противников этой вакцины, но если посмотреть, что делает вирус с клетками, с нашими клетками, да, то понятно, пусть у нас эти антитела будут. Что касается вот координации, насколько у вас есть контакт с коллегами в других странах Европейского Союза, ну, я имею в виду с теми, кто занимается как раз вот лабораторными исследованиями, может быть, есть какая-то возможность побыстрее узнать какие-то новшества, сейчас же постоянно происходят какие-то попытки, предложить, как вы сказали, более быстрые тесты и так далее. Конечно, мы как референтная лаборатория сотрудничаем с Международной организацией здравоохранения и с европейским контролем по заболеванию. И, конечно, мы именно оттуда получаем все рекомендации, и эти, конечно, рекомендации, они основаны на таком обобщении данных, обобщении данных как научных, предположим, как какие-то реагенты, какие-то тест-системы, которые, ну, рекомендуют употреблять, или по каким-то протоколам мы работаем. С самого начала мы, конечно, тоже именно оттуда получили реагенты, потому что как только появляется что-то новое, естественно, они, коммерческие реагенты, недоступны, а доступны только реагенты через вот эти, ну, определенные сети сотрудничества. И именно оттуда мы получаем всю информацию, новейшую информацию, именно оттуда мы ждем сейчас, какой же будет именно вот это сериологическое определение антител-алгоритм, и, конечно, мы, ну, обязательно должны это будем использовать, но мы должны с этим разобраться, чтобы не было каких-то некачественных результатов. Что касается... Еще раз звонок? Да, ну, давайте прием еще один звонок. Доброе утро. Слушаем вас. Алло, доброе утро. Да, пожалуйста. Я хотел узнать, вот, скажем, за март месяц уже есть такое, скажем, тоже Италии, обобщенная статистика сравнения, насколько увеличилось количество смертельных случаев по сравнению с прошлым годом и в других странах, которые поражены эпидемией. Если уже цифры, вот, насколько выросла общая смертность из-за эпидемии коронавируса. Ну, это больше к эпидемиологам, судя по всему, да? Да. Да, вот такой вопрос. Вот мы знаем, что есть возможность, как вы сказали, и коммерческим образом сдать на тест, там, цены варьируются, 8-100 евро. Губер, лаборатория, центральная лаборатория. Вот каким-то образом они с вами консультируются, или вы контролируете, насколько у них действительно вот тесты качественные, или это чисто вот их ответственность? Ну, конечно, мы, на нашей странице есть такие методические рекомендации, где мы описываем, как интерпретировать результат теста, какой должен быть результат, если результат положительный. Но, естественно, и центральная лаборатория, и Голубая лаборатория, и, наверное, другие больничные лаборатории приступят к этому тестированию. Конечно, тесты, которые мы используем, там тоже описаны, соответственно, как его проводить, когда тест считается положительным, или когда он считается неопределённым, требуется какое-то перетестирование. И, конечно, ну, я не сомневаюсь в качестве коллег, которые то также используют все рекомендации, и всемирные организации здравоохранения, ну и, конечно, обращаются очень многие к нам, в том числе и по применению вот этих быстрых тестов, вот этих антиген, определения антител, и в том числе по интерпретации и какие тесты лучше. Да, конечно, это такое, ну, взаимное сотрудничество. Можно такой последний вопрос, вот говоря об антителах, как вы думаете, в каком-то, ну, ближайшем будущем могут ли люди, которые также захотят узнать, а вдруг они вот бессимптомно переболели, и уже у них образовались антитела, и они, скажем так, могут чувствовать себя психологически увереннее, потому что, ну, это тоже имеет большое значение для человека, что он знает, что да, вот он переболел, к счастью, бессимптомно, он относительно как бы защищён. Конечно, обязательно, это обязательно после каждой эпидемии, если надёжные тесты, то это и есть суть сероэпидемиологических исследований, когда проводится такое, ну, это может быть скрининг, или, может быть, по каким-то другим индикациям, несомненно, нужно будет проводить эти тесты в качестве дифференциальной диагностики, да, и тогда можно будет узнать, было ли, как бы, ну, с Аскарсми, был ли человек когда-то, встречался ли он, да, встречался с этим вирусом, да. Конечно, это и цель вот этих всех дальнейших исследований, обобщить, что же произошло, потому что то, что назначают, то, что мы определяем, это только одна часть, и есть люди, которые переболели и не были обследованием, выздоровели, и, конечно, несомненно. Спасибо большое. Нет, 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 есть еще вопросы, конечно. Дело в том, что мы уже говорили о том, что эта ситуация, она действительно уникальна, коронавирусная пандемия, и такого больше, ну, такого еще не было, и некоторые страны отреагировали очень удачно, это можно и Китай привести в пример, ну, и Латвию, наверное, в том числе, какие-то стороны менее удачные, в том числе, вот Италия, Испания. И, скорее всего, можем говорить о том, что в будущем такие пандемии еще будут, наверное, случаться, потому что то, что случилось один раз, повторится еще. Можно ли говорить о том, что вот ситуация, которая произошла сейчас, она поможет в будущем подготовиться к такого рода ситуациям, и следующий такой глобальный вирус мы встретим уже более подготовленно? Несомненно, потому что на самом деле вот эти первые случаи или о том, что, ну, начинают появляться эти пандемии, это произошло, ну, начиная с 2002 года. И примерно вот за эти вот 20 лет, примерно 18, значит, что мы видели? Мы видели и SARS, и видели MERS, и видели грипп пандемический, и вот сейчас большая пандемия коронавируса. И, конечно, может быть, эти предыдущие эпидемии SARS не были такими обширными, все-таки пандемия гриппа, да, она была более обширной, но сейчас это, конечно, такое глобальное явление, и, может быть, действительно, еще в 2015 году ученые, ну, на самом деле, предсказывали, что такое может быть, да, и были проведены исследования, что именно вот эта группа может вызвать пандемию и может, соответственно, действовать на экономику и всякие другие глобальные последствия, с чем связана эпидемия. Я думаю, что да, ну, какое-то время, десятилетие, человечество, наверное, будет более внимательным, и, соответственно, ну, принимать, применять все эти меры предосторожности. И я думаю, что тут также и люди, которые, ну, сейчас очень такой фактор того, что люди боятся, и, может быть, это тоже будет, к сожалению, вот этот фактор, то, что люди будут осторожными и будут, ну, как бы более положительно относиться и к вакцинации тоже. Ну, говоря именно о том, как Латвия отреагировала на коронавирусную ситуацию, в целом, опять-таки, если мы сравним с другими европейскими странами, наша статистика очень положительная и относительно количества заболевших людей и относительно количества смертельных случаев. Но, конечно, сейчас уже, по прошествии какого-то времени, наверное, уже можно давать какую-то оценку. Многие люди говорили о том, что всех репатриационных людей, которые возвращались из-за границы, нужно было сразу сажать на строгий карантин в каком-нибудь отеле, чтобы они не въезжали в город и вообще не контактировали с другими людьми. Как вам кажется, насколько такая мера была бы обоснована? Или это уже слишком? Вы понимаете, у нас всё-таки достаточно низкая плотность населения. Если мы говорим о таких больших городах, конечно, и населённых, мегаполисах, это имеет свои преимущества, и это, наверное, правильно это делать. У нас было очень много проведено тестов. Именно эти люди, которые возвращались из-за границы, были тестированы, им была возможность тестироваться. И поэтому это тоже был такой фактор, когда такой скрининг вот этих людей проводился, и были выявлены положительные заболевания, и, соответственно, дальше проводились эпидемиологические исследования. Всё-таки людям были даны такие чёткие рекомендации сидеть дома, самоизолироваться. И, конечно, несомненно, очень многие люди соблюдали все эти меры предосторожности. Но люди есть люди, кто-то, конечно, не соблюдал, и какая-то внутренняя трансмиссия также произошла. Но трудно сказать. Это, конечно, такой сложный вопрос, но действительно Латвия сделала всё возможное, чтобы остановить такую широкую трансмиссию. Конечно, она есть, но остановить широкую трансмиссию. Посмотрим. Рано ещё говорить, что будет дальше, но всё-таки на данный момент ситуация по сравнению с другими странами она всё-таки достаточно спокойная. Хотя, конечно, рано говорить об этом. И впереди хорошая погода, и люди должны быть осторожными и соблюдать все эти меры предосторожности. А насколько вообще молодые специалисты вливаются в ваши ряды врачей, лаборантов? Ну, у нас достаточно много молодых специалистов. И именно что касается вот этого молекулярно-биологического исследования, оно всё-таки, ну, как бы в лаборатории так, ну, не совсем старый метод. И именно вот этим методом действительно занимаются ну, достаточно молодые люди. Ну, в общем, в медицине количество сотрудников, конечно, ощущается, но мы, конечно, стараемся, делаем всё, чтобы привлечь молодых людей именно с такими знаниями. Но проблемы все знают. Как учим? Да, вот в своё время профессор или академик Блюгер предсказал ещё очень давно, что в какой-то момент вот какой-то вирус мутирует, и вот начнётся что-то подобное пандемии. Можем ли мы говорить, что это и произошло? Вот один из коронавирусов мутировал, и вот мы сейчас столкнулись с такой пандемией, или это что-то всё-таки совершенно иное? Ну, именно так и произошло. Именно так именно инфектологи и микробиологи, учёные вот это всё и предсказывали, если говорить в частности об этом коронавирусе. Именно произошла такая, скажем, для вируса удачная мутация. Мутировал как бы один ген, который как бы позволил достаточно легко связываться с клеткой человека и её инфицировать. Именно так, именно вот этими мутациями. Мы же не знаем, как долго происходят эти мутации, сколько лет. Но в данный момент, да, вот произошла такая удачная мутация, которая поражает клетку человека. И, ну, достаточно, скажем так, быстро, да, с этим связано вот это быстрое распространение этого вируса. Сейчас, конечно, опять-таки ещё будут проводиться, видимо, все инфектологические расследования, эпидемиологические расследования. Но, насколько сейчас известно, основной версией возникновения коронавируса являются вот эти рынки, находящиеся в Китае, где разного рода панголины и летучие мыши и другие звери, они готовятся, и вся антисанитария, и бульоны, которые там находятся, это очень благоприятная среда для различных вирусов. И не в первый раз, собственно, эти рынки становятся очагом заболевания. Как вам кажется, если действительно будет выяснено, что оттуда всё пошло, станет ли это поводом закрыть эти рынки совсем, или это всё-таки недостаточный повод? Ну, это, конечно, решение каждого государства. Я думаю, что, может быть, это будет повод хотя бы привести их в порядок соответствующий. Ну, вот вы говорите, это решение государства, но ведь вот мы видим, то, что происходит в Китае, повлияло на весь мир. Там, скажем, мировое сообщество не может объединиться в этой эпидемиологии и сказать, хватит, пожалуйста, остановитесь. Ну, я думаю, конечно, может повлиять, но повлиять, вероятно, рекомендуя что-то делать или что-то не делать. Конечно, я абсолютно за то, чтобы были приведены в порядок хотя бы эти рынки или какие-то другие места, откуда могут возникнуть какие-то эпидемии. Но надо принимать во внимание уровень экономического развития страны, возможно ли это сделать в этой стране, реально ли это сделать, не появятся какие-то другие подпольные рынки, из которых может все это произойти. Но повод, я думаю, что любая страна сейчас примет меры и будет контролировать ситуацию. Никто не заинтересован. Да, спасибо большое. Да, с нами на прямой связи была заведующая национальной микробиологической референтной лаборатории, лабораторной службы Восточной больницы Елена Стороженко. Спасибо.